Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Бугайченко Субтитры создавал DimaTorzok Дима Бугайченко Субтитры создавал DimaTorzok Дима Бугайченко 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 с некоторыми логами, с некоторыми числовыми данными и так далее. Соответственно, в жизни вы, скорее всего, начнете за денежку работать не на распознавании изображений, а, как я уже сказал, на более скучных задачах. И одна из самых интересных историй – это моя личная первая задача, в которой я применил ML, сам не зная того, около десятилетия назад. Соответственно, у меня были какие-то логи того, как некоторый магазин продает какие-то товары. Соответственно, там в одну транзакцию, в один чек могло входить некоторое количество товаров. И нужно было построить некоторую предсказательную модель. Какие товары с какими, ну, скажем так, лучше укладывать рядом на полочку, чтобы они продавались. Может быть, делать рекламную акцию. То есть, если Вася купил А, то, может быть, ему стоит предложить и Б. Ну и все в таком духе. На самом деле, я раскопал на тот момент какой-то учебник. Это было бумажное издание, никакой курсьеры не было. И там рассказывалось про некоторые ассоциативные правила. Я подумал, вот оно, то, что нужно. И, собственно, реализовал эту небольшую модель и в этот магазин внедрил. До сих пор, я уверен, эта модель работает и кому-то рекламные продажи на 8 марта, 23 февраля рассылают. Рыночная корзина – это достаточно интересная задачка. Но я думаю, что по большому счету в современных CRM она достаточно хорошо автоматизирована. Еще намного более реалистичной задачкой является задача кластерного анализа. Когда у вас есть что, что-то, вы не знаете что, и вам нужно его разбить на какие-то кучки. По каким-то определенным правилам, которые вам еще тоже не ясны. И вы думаете, как разложить? Можно на 3 кучки разложить, можно на 2? На самом деле, точки, если представить их неокрашенными здесь, можно было бы по-разному делить на подмножества. Вот здесь есть некое истинное знание о подмножествах, но на самом деле в середине они как-то сильно слиплись. Может быть, эти подмножества должны быть разделимы как-то иначе? Дело в том, что в задачах кластерного анализа порой и нет однозначного ответа о том, как делить точки на какие-то подмножества. К примеру, если взять, я просто хотел такой пример привести, если взять несколько разных алгоритмов и сказать, а кластеризуй мне, например, на 2 класса, на 3 класса, то алгоритмы могут абсолютно, разные алгоритмы могут по-разному разбивать множество точек на подмножество. В этом тоже есть определенная сложность. То есть нет какой-то однозначной вещи, типа я возьму коминс и все будет хорошо. Каминсом ты разобьешь таким образом, а, например, каким-нибудь его улучшением, взвешенными средними, или еще чем-то разобьешь каким-нибудь другим образом, это будет другая задача интерпретации твоих результатов. Задач кластеризации очень много, они более реалистичные, но обычно люди начинают с других. Задач классификации, там все приятно, ты уже знаешь, что у каких-то объектов есть выставлен какой-то класс или, как говорят, метка. У тебя есть набор объектов, обычно изначально, к примеру, набор писем или смс, или еще чего-нибудь, чем вам гадят, не знаю, рекламодатели, может буклеты какие-нибудь раздают или еще что-то, не знаю. Суть в том, что часть из них помечена, например, как спам, а часть из них помечена как хам, условно говоря, что-то хорошее, что-то плохое. Это типичная задача бинарной классификации. Вам нужно, основываясь на каких-то наблюдениях, например, на всех текстах этих сообщений, на их заголовках, на датах отправления, может быть, вам или датах прибытия вам этих почтовых отправлений, в которых содержится спам или нет, построить некоторую модель, которая для новой входящей почты будет говорить, это спам или нет. Задачки бинарной классификации классные, но намного более сложные и интересные это задачки мультиклассификации, то есть когда классов больше двух. Можно считать, что, знаете, как у древнего человека есть, один, два и много. Вот у нас есть в машинном обучении два и много. С бинарной классификацией все хорошо, миллион методов, вот с мультиклассификацией все уже немножко сложнее. Но как любят делать математики, они любят сводить задачи мультиклассификации к множеству задач бинарных. Это тоже работает, и это тоже я сегодня буду в демо показывать. В мультиклассификации у наблюдения разбиваются на несколько групп, уже может стоять несколько меток. Причем меток может быть 3 и больше, а может быть 10 тысяч разных вариантов меток и 10 тысяч классов, по которым все нужно разбросать. К примеру, если вспоминать задачку о изображениях, например, к вам приходит какое-то входящее изображение, вам нужно отнести к одному из классов, например, распознать собачка, коль, кокер-спанели, это человек, который чешет в затылке, если у вас такой класс есть, есть множество людей, которые чешут в затылке. Соответственно, вы должны таскать свою модель для этого. Здесь у меня нарисован пример, что написаны некоторые рукописные символы, которых конечное количество в каждом алфавите, например, 26 или 33. Соответственно, вам нужно некоторым образом по куче входящих изображений научиться их распознавать. Вот такие вот две задачки. Здесь все хорошо, но спрашиваются, где же здесь эконометрика? А из эконометрики к нам приходит наш старый добрый друг под названием регрессия. Тут все достаточно весело. Предположим, у вас есть тоже какой-то набор наблюдений. Но с ними ассоциируются не классы, не метки, а какие-то чиселки. То есть на самом деле вы и до этого могли классы проставлять даблами 1, 0, 2, 0, 3, 0 и так далее. Но представьте себе, что они могут занимать некоторые значения в диапазоне от 0 до плюс бесконечности. Соответственно, это может быть 1,5, 12, 17 и так далее. Можете не говорить по телефону? Оп! Спасибо. Итак, представим себе такую типичную задачу предсказания недвижимости. У вас есть некоторая цена, которую вы хотите предсказывать в зависимости, например, от квадратного метража квартиры. Если бы у нас был коммунизм, все жилье было бы однородное, то эта модель бы, наверное, вот линия какая-то все идеально бы приближала. Наверное, в отдельно взятом районе новостроек, в которых все абсолютно однородно, и при условии, что застройщик определял именно такую скрытую закономерность, мы сможем вычленить по наблюдениям такую формулу. Конечно, редко от одного признака может зависеть у нас цена, но порой метраж, к примеру, как в этой модели, может быть одним из самых важных. Мы действительно можем построить практически линейную зависимость. Какие-то точки будут лежать не на линии, они будут отличаться, будет у нас некий зазор от этой модели, которую мы построим. Но этот зазор он измерим, и мы его можем посчитать, мы можем посчитать все эти отклонения от генеральной прямой, которая проходит через все эти точки. И следить за ней, и пытаться проводить линию так, можем положить ее так. Можем положить немножко по-другому и последить за отклонениями. Ага, они уменьшились, значит мы правильно разворачиваем нашу линию. Ну и так далее. Это задача регрессии. Еще одним из важных моментов, над которыми бьются умы, которые работают с машинным обучением, это проблема переобучения и недообучения. Предположим, у вас есть два класса, и вы хотите провести некую линию, в данном случае у меня двумерное пространство, я хочу провести прямую, которая эти два класса отделяет. Ну здесь прямая плоховато отделяет класса, то есть она, конечно, крестики отделяет от ноликов некоторым образом, но понятно, какие-то нолики попадают с одной стороны, какие-то крестики с другой стороны. Вообще есть гипотеза, что может быть они не являются линейно отделимыми, то есть нельзя провести однозначно такую линию, которая все отнесет к одной стороне, а все к другой. Может быть здесь какая-то другая закономерность. Не знаю, насколько лучше проведенная кривая отдаленно напоминающая повернутую параболу, вроде количество нераспознанных ноликов сопоставимое, вот крестики вроде остались с одной стороны. Если нас это по каким-то причинам устраивает, мы можем считать, что это неплохая модель, в которой даже при вкидывании новых неизвестных точек на плоскость мы будем достаточно точно все определять. Но бывает и плохая история, то есть, к примеру, ты строишь кривую какой-нибудь одиннадцатой степени, подбирая все коэффициенты на тех данных, которые у тебя есть. Но стоит появиться еще какому-нибудь нолику или крестику, они сразу начинают классифицироваться неправильно. Эта ситуация называется переобучением, то есть мы максимально учли особенности того небольшого множества данных, на которых мы учимся, но мы совершенно не готовы к реальному миру, из которого к нам прилетают новые образцы, которые нужно так или иначе классифицировать. Подобная ситуация называется переобучением. Соответственно, сегодня я тоже в демо покажу, я думаю, у меня будет пример хорошего переобучения, можно будет на это все посмотреть. Это задачи, друзья мои, но дело в том, что задачи в машинном обучении резко отличаются от того, как эти задачи решаются. То есть вот это сами постановки, представления моделей, то есть нам где-то нужно найти какую-нибудь прямую или гиперплоскость в онмерном пространстве, которая отделяет классы. А вот здесь мы хотели построить некоторую модель регрессионную, а есть методы, способы, которыми мы хотим эти задачи решать. Находить эти модели, строить эти прямые, строить какие-то классификаторы. И вот про это отдельно. Сегодня я также в демо буду больше демонстрировать методы, хотя задачах будет меньше, чем методов. Мы одну и ту же задачу будем решать несколькими методами. Итак, начнем с моего любимого алгоритма К ближайших соседей. Это очень крутой, на самом деле, непараметрический алгоритм, который позволяет решать как задачи классификации, так и задачи регрессии. Причем иногда он выручает в таких ситуациях, в которых не работают самые базовые, классические, хорошие алгоритмы. И даже у меня была ситуация, как она отработала лучше, чем нейросетка. Причем мы смотрели только одного ближайшего соседа. Но подождите, я расскажу, что это. Смотрите. Пусть у нас есть плоскость, вы уже поняли, на которой есть у нас зеленые квадратики и красные кружочки. У меня зародился на ней синий треугольничек, с ним нужно что-то делать. Новый образец. Его класс абсолютно не ясен. И давайте мы определим его класс, исходя из того, какие классы у его соседей. Первый вопрос. Это вот параметр, который можно тюнить. Сколько соседей взять? Давайте начнем постепенно увеличивать радиус окружности с центром, вот с этим синим треугольничком и захватывать все больше и больше соседей. Возьмем трех соседей, трех ближайших, которые будут определять судьбу синего треугольника. Ну смотрите, два красных кружочка и всего лишь один зеленый квадратик. Честные выборы и красные кружочки победили. То есть у нас синий треугольничек становится красным кружочком. Единственное, надо, конечно, не оставлять его на плоскости при следующем голосовании, иначе у нас красные кружочки начнут побеждать во вселенском масштабе. Предположим, мы изменили параметр и решили взять больше соседей. Я взял радикально больше соседей, сразу восемь. А при восьми ближайших соседей как-то так вышло, что зеленых квадратиков попало несколько больше. Обратите внимание, и картинка изменилась. То есть мы можем классифицировать теперь этот объект в качестве зеленого квадратика. И может быть в этом есть какая-то сермяжная, пасконная правда жизни в том, что при взятии некоторого большего радиуса, большего количества соседей эта модель будет даже более корректной. Единственное, что вам нужно, конечно, этот параметр обычно в KNN оптимизировать. Он обычно не очень большой, вам не нужно перебирать 233 ближайших соседа, редко отрабатывает хорошо и один ближайший сосед. Обычно это там 3, 5, 7, 9 и так далее. И этот тюнинг этого параметра формирует следующую задачку над ним, задачку оптимизации, собственно, поиск оптимального параметра, который уменьшает ошибку. Но это алгоритм, который можно реализовать за одни сутки на коленке на Java. Другой вопрос, что совершенствоваться в нем можно безостановочно. То есть, например, в основном в Spark почему-то нет реализации KNN. Она достаточно сложная. Но есть дополнительный пэккедж, в котором эта реализация KNN есть. Но она не является самой хорошей. Но она сложнее, чем та наивная, которая приходит обычно в голову. То есть просто переборки соседей. Там строится сложный индекс и так далее. Далее. Еще одна интересная история. Это широкий класс алгоритмов, связанных, скажем так, с некоторыми особенностями математического анализа и тервера, и матстатистики и так далее. То есть если вам не нравятся эти области математики, смело скипайте всякие наивные байсы, потому что сложно будет интерпретировать те результаты, которые вы там будете получать. Соответственно, здесь я просто хотел попугать вас страшными формулами, но идея в чем? У вас есть много-много-много разных наблюдений, что можно считать, что их настолько много, что можно строить почти что непрерывные функции в каком-то смысле. И вот для какого-то объекта, который мы пытаемся классифицировать, вычисляются так называемые функции правдоподобия. Опять же, кто с ними сталкивался, знает, что это такое. А уже по ним, вот этим функциям правдоподобия, уже вычисляются различные апостерерные вероятности. И вот объект, который вы пытаетесь классифицировать, обносится к тому классу, которого достигается максимум на этих самых апостерерных вероятностях. Я быстро объясню, на самом деле, короткий вариант. Предположим, у вас есть куча входного спама, в которых встречаются разные интересные слова. Например, слово «пенис». Обычно оно есть в почте, которое приходит всем людям. Если вы зайдете в спам, там будет очень много таких предложений. Может, только мне присылают, я не знаю. Соответственно, предположим, вам пришло 74 имейла, и 30 из них являются, скажем так, спамом. 50, при этом один имейл содержит, например, слово «пенис». 20 имейлов, содержащих слово «пенис», помечены как «спам». Это уже такая интересная история. Мы можем посчитать некоторые условные вероятности одного события относительно другое. Мы сразу погружаемся в Калмогорово и думаем, что все события независимы, в таком начальном приближении находимся. И вот здесь, подставляя формулу, которая приведена выше, считаем условную вероятность того, что у нас сообщение, которое содержит слово «пенис», является спамом. Вероятность не очень большая, 39%. То есть, ну как-то на самом деле это могла быть какая-то дружеская переписка или что-нибудь еще в том датасете, который был изначально. Но, если мы возьмем еще одно вполне себе спам-кандидатное слово, как «виагра», и попробуем посчитать ситуацию, когда и «виагра», и «пенис» совместно встретились в каком-то имейле, здесь уже, наверное, какая-то связь есть, но мы все равно считаем, что они независимы, и попытаемся посчитать вероятность того, что спамом является письмо, в котором есть и «пенис», и «виагра». И вероятность этого уже очень высока. Другой вопрос, что для ситуации, когда у вас много признаков, то есть появление «пениса» или «виагры» – это один признак, второе, если у вас 50 таких стоп-слов или 50 таких признаков, формулу уже будет сложно выписать аналитически, то есть вам уже понадобится какая-то шайтан-машина, которая будет за вас это считать. Но, соответственно, вероятность этого уже достаточно высока, и классификатор, основанный всего лишь на таких правилах, если ваш датасет и ваша входящая выборка соответствуют примерно тому, что вам пишут всегда, вы сможете достаточно точно, ну, по крайней мере, посылать в трэш спам, который содержит соответствующие слова одновременно. Не просматривайте сообщения, не читая, что там вам прислали. Однако всегда стоит помнить, что мы находимся в странном мире теории вероятности, в которой мы почему-то предположили, что при этом наступление этих двух слов независимо, то есть это не какой-то один контекст, мы не думаем, что это какое-то одно предложение или даже словосочетание. В этом есть определенное допущение, однако мы на него идем, чтобы построить модель. И вот это так часто будет, когда занимаешься имейлем, особенно пытаешься какие-то штуки из Матана подтянуть теорию вера, ты идешь на допущение, что все независимо. Далее. Еще одна интересная история, еще один интересный метод – это решающие деревья, которыми, опять же, можно решать задачи как классификации, так и регрессии. И их вообще используют и в хвост, и в гриву для того, чтобы просто оценить порой, какие признаки важны, а какие признаки не важны. Их даже для этого используют. Почему я вспомнил здесь картинку с Титаника? Есть известный датасет на Титанике, в котором у нас есть набор достаточно много, на самом деле, данных о пассажиров, много интересных пропусков. И, собственно, один из визуальных способов представления, очень наглядных, с выделением таких важных фич, как, например, вы мужчина, вы взрослый, вы пассажир какого-то класса, которые быстро позволяют визуализировать модель. Чтобы построить такое дерево, нужно сделать достаточно много интересных преобразований, вычислений энтропии, оценок и так далее. Но вот результат, которым такая модель представляется, он даже лучше, чем какая-нибудь линейная модель с какими-то коэффициентами в уравнении. Ты четко можешь заказчику показать, смотри, мы там что-то шурюдили на твоих больших данных, получили вот такую модель, мы будем ее деплоить, и по ней уже гонять входящие данные, потому что это будет три ифа, условно говоря. Деплоить такое в продакшене и потом использовать это милое дело. Потом, для того, чтобы это все заапдейтить, тоже большого ума не требуется, просто переложить это дерево заново. Смотрите, кроме того, есть еще более сложные наборы алгоритмов, которые позволяют нам, например, вам, например, когда вы заходите в какой-нибудь онлайн-магазин, что-нибудь такое еще прикупить. К примеру, я здесь использую вариант рекомендации, когда два пользователя, к примеру, похожи. То есть за вами наблюдают и за вашим другом Петей тоже наблюдают очень давно. И вы чем-то похожи, не знаю, покупаете в одно и то же время, покупаете, может быть, сходные товары, а может у вас возраст просто тупо одинаковый, вы живете в одной локации. Разные бывают алгоритмы, разные бывают важности, признаки. И если при этом, например, один из вас покупает, например, там, я не понимаю даже, что на этих картинках нарисовано, какой-то салат и пиццу, да, и другой, кроме салата и пиццы, еще покупает, например, колу, почему бы эту колу не рекомендовать первому товарищу, который почему-то ее не включил в набор, и потом преследовать на всех сайтах вот этой колы. Купи колу, купи колу, купи колу. Как это обычно происходит. Не хотелось бы сильно оставлять за бортом еще такие замечательные вещи, как нейросети, хотя это несколько за пределами нашего доклада. Возвращаясь к задачке распознавания котиков и собачек, предположим, у вас очень много размеченных фоточек котиков и собачек. Хотя, согласитесь, собачки как вылитые котики на самом деле. И даже человек на самом деле ошибается на тассете. Так вот, есть возможность при помощи так называемых нейронных сетей даже не очень глубокого обучения, а просто обычной композиции нескольких линейных, можно сказать, преобразований. Что здесь происходит? Мы берем входное изображение, разбиваем его или оцифровываем, превращаем, например, в какой-то вектор, или разбиваем на какие-то отдельные маленькие подизображения 3х3 пикселя и подаем, соответственно, на вход некоей многослойной нейросети, каждый из которых слоев может быть очень простым. Он может делать какие-то элементарные вещи, типа поворота, разбиение, прибавление числа и так далее. Но вот их композиция, все вот эти слои вместе представляют уже достаточно сложную совокупность, которую можно менять, наращивать, менять веса и так далее. И постепенно, чем больше мы запихиваем туда котиков и собачек, зачастую нейросети, определенный класс, по крайней мере, нейросетей, может еще и реагировать на то, как хорошо он на этих котиках и собачках учится. Однако сегодня будет представлена нейросеть, которая не слишком хорошо понимает, на чем она учится. Основана она будет на перцептроне, это первое поколение нейросетей, то, что в спарке уже готово имеется. Для того, чтобы интегрировать более сложные нейросети, на данный момент я особой альтернативы, там, TensorFlow не вижу, но обычно я лично использую ее где-то особняком, то есть в спарке я ее пока не пихаю. Итак, по поводу машинного обучения все поняли, оно просто везде, в нем миллион методов, с ним нужно как-то дружить. Давайте немножко поближимся по поводу спарка. Причем здесь, собственно, спарк, то есть у нас есть ML, есть питоновские либы, на которых можно учиться, давайте разбираться со спарком. Дело в том, что спарк позволяет нам прокрутить все эти вычисления в памяти, то есть в отличие от других движков Big Data, которые очень часто обращаются у нас к диску, в частности, приз на памятных Hadoop и так далее, спарк очень хорошо подходит для итерационных алгоритмов, которых просто множество в ML. То есть у вас есть какая-то структура, которую вы держите в памяти, и вам, например, какой-нибудь вектор достаточно большой, каких-то весов, который нужно все время обновлять и пересчитывать. И промежуточные итерации сбрасывать на диск, ну это полный бред на самом деле. И в этом плане спарк хорош. Чем спарк достаточно плох? Спарк плох здесь тем, что он поддерживает, некое ограниченное подможество алгоритмов. Они достаточно хорошие, но если вам нужен какой-то алгоритм, который есть в Python и нет в спарке, вы либо идете на GitHub искать какую-то непонятную имплементацию какого-то человека, либо на Spark Packages, где могут быть более понятные имплементации, сопровождаемые хоть какой-то документацией, либо вы, собственно, пытаетесь запилить ее сами. Но вот для тех задач, которые будут сегодня, мне, в принципе, будет хватать того стандартного, что идет в спарке. Если вы со спарком никогда не работали, то мы будем смотреть на него с точки зрения сегодня только девелоперского API. Но нужно понимать, что это некая шайтан-машина, это тот, который организовывается в кластеру, у которого есть свои собственные законы, жить по которым достаточно сложно. То есть я не буду затрагивать никакого девопс-контента сегодня совершенно. Кому нужен сегодня хадуповский девопс-контент, ближе к вечеру будет рассказ, как мейнтейнить хадуп. Соответственно, Spark, все, что нам пока нужно для решения наших дайта-санных задач, это значит, что он быстрый, он лежит в памяти, и в него можно напихать много больших данных, которые у вас уже могут в комнате даталогике крутиться, соответственно. Давайте очень быстро выучим Spark за три слайда. Смотрите, как это делается. У меня есть какой-то датасет, это есть какой-то CSV-шник. В прошлом году я его использовал в каких-то примерах, которые у нас были на стриминге. Это вот он же самый. У нас есть какой-то набор имен. Например, в Соединенных Штатах трекали по годам, сколько у них Марии, Анны, Маргареты и прочих родилось. В каждом штате какого пола, в каком количестве. Некоторые имена могут давать как мальчикам и девочкам, поэтому это тоже достаточно важная фича. Мы хотим этот датасет, на нем потом гонять, например, какой-то email, но для начала давайте его хотя бы загрузим и сделаем на нем какие-то интересные вещи. В первую очередь нам надо поднять некоторый контекст. Вот в Spring у нас есть контекст, вот в Spark тоже есть некоторый контекст, из которого можно получать различные ништяки в виде датасетов и так далее. Соответственно, здесь просто надо запомнить эти прекрасные строчки, которые заканчиваются вызовом метода GetoCreate, в котором вы задаете примерно через точку мастер, вы задаете, где лежит ваш Spark кластер, через AppName вы задаете имя вашего приложения, чтобы отслеживать его потом в логах или на каких-то мониторинг-системах и получаете контекст. Через контекст можно делать интересные вещи. Например, попробовать зачитать этот файлик, который лежит где-то на диске. Ну вот он весит 100 мегабайт, лежит на диске, и в нем есть при этом еще какая-то схема. В принципе, современный Spark, он умеет хорошо читать CSV, работать с ним. Соответственно, мы говорим, что знаешь, дружище, там, во-первых, есть header, во-вторых, там есть какая-то схема, давай ты ее сам попытаешься определить. Если вы не уверены в себе, или точнее не уверены в Spark, вы можете эту схему задать руками, пропустить какую-то колонку, описать типы и так далее. Но если датасет небольшой, вот как у меня 100 мегабайт, в принципе, можно сказать Spark. У Spark определить сам схему, и он достаточно неплохо вычленяет домен, сказать, что вот эта колонка – это интеджер, это стринг, и вам даже не надо будет приводить потом никакие типы. И говорю, загрузите CSV. То есть у меня в переменной стоит names, на этот момент, ну, будем считать, висит некая ссылка на CSV. Хотя на самом деле ничего еще не произошло, так как все вычисления у нас ленивые. А вот теперь я решил что-то повычислять. И, значит, приходит ко мне аналитик, говорит, слушай, ты загрузил замечательный датасет, давай сделаем какие-нибудь запросы над ним. Я говорю, хорошо, аналитик, что тебе сделать? Он говорит, а давай посчитаем, сколько всего было зарегистрировано рождений в США, по годам, начиная вот с самого первого, ну, там, первой записи в 880. Я такой, ну, посмотрел датасет такой, до этого поисследовал, думаю, ну, фильтра мне не надо ставить, так как там самые записи идут обычные позже, там, с 889 года такой, это условие я выкину. Поэтому дальше я иду, группирую по годам, очень напоминаю, да, SQL-запрос, указываю агрегирующие функции, если нужно, там, что-то переименовываю. Вот я суммировал по колонке count, но странно, если колонка будет продолжать называться sum count. Как и в SQL, я ее переименовываю, упорядочиваю и вывожу, ну, соответственно, к примеру, 200 строк. Оператор show почти что эквивалентен вот такому select. То есть при этом я еще визуализирую, у меня некоторое количество строк вываливается, к примеру, на консоль. Сегодня я буду в демке через оператор show показывать результаты. Все, Spark за три слайда. Все, вы умеете писать на Spark. И теперь подумаем, где писать на Spark. Первый вариант. Вот в таком виде на черном экранчике можно писать в репли, то есть как во всех приличных языках, как в скале. Соответственно, есть репл, в котором можно быстро набирать команды. Если вы туда импортировали в спарковские библиотеки, или они уже импортированы, если это Spark, репл, вы можете писать какой-то код там. Вот чтобы научиться быстро работать с айпишечкой, этого хватает, но обычно нет. Второй хороший вариант – это использовать Apache Cepelin. Это такой похожий чем-то на дата-сантиский ноутбук, только вот написано на Java. Это такое Java-приложение, честно. Оно стартует, там, GSP-странички поднимаются. Ты заходишь в такую веб-приложуху и можешь писать там Spark-код, если у тебя, конечно, там Spark установлен, и этот Cepelin, этот с этим Spark-ком снюхались. Я демки сегодня не буду в нем показывать, потому что я не люблю Cepelin. Спасибо. Соответственно, еще один хороший вариант – это, собственно, использование IntelliJ IDE и с установленным Scala-плагином. Ну, соответственно, если вы предпочитаете Maven, это может быть Maven для импортозависимости. Я все-таки ортодоксально использую SBT, это аналог Maven для Scala. Там точно так же выглядят зависимости. Вот здесь вот я вкидываю простейшие зависимости – это зависимость на Spark, зависимость на Spark SQL, чтобы мне делать некоторые манипуляции SQL подобные, и зависимость на ML-лип, которая позволит мне, собственно, использовать машинное обучение. Если говорить про сам припроцессинг, то смотрите, у нас есть некоторый датасет, в котором есть колоночки, и вот они обычно называются фичами. Вот те колоночки, по крайней мере, которые нас интересуют, называются фичами. Строчки называются обычно наблюдениями, они соответствуют какому-то векторному виду, в идеале, опять же. Но это у датасетистов на питоне. К нам в Spark обычно приходит некоторый датасет, он вроде бы хороший, с ним все хорошо, но надо любому алгоритму машинного обучения сказать, вот эти колонки будут будущими фичами, вот ты только их используй для того, чтобы сформировать вектор, по которому ты будешь учиться. Может быть, нужно сделать еще какие-то интересные преобразования, о которых пойдет дальше речь. Также нужно понимать, что машинное обучение на Spark отличается просто от аналитики на Spark как таковой. То есть, к примеру, у вас есть на вход некоторый набор изображений, как я уже сказал, и некоторые метки. Вам нужно настроить определенный фичи-экстрактор, штука, которая будет прохавать ваше изображение, не обязательно, там изображение, любые ваши данные, и производить из них фичи, некоторые вектора фич, которые уже будут подаваться на вход алгоритмов машинного обучения вместе с метками. После этого вы получаете некую модель на выходе. То есть, вы не получаете предсказания, вы получаете модель. И эту модель уже можно деплоить во вторую фазу. То есть, у вас снова также есть изображения, у которых нет меток, к примеру. У вас есть такие же фичи-экстракторы, вы просто их перенесли оттуда, вы там один раз их написали и дальше используете. Вы извлекаете фичи и берете классифайер, который вы получили как выход из вот этого алгоритма. То есть, вот тут стрелочка должна вот так продлиться, и оп, получается у нас две фазы. Фаза, в которой мы строим нашу модель, и фаза, в которой мы используем модель для предсказаний. Конечно, в тех примерах, которые я буду использовать, у меня эти две фазы будут совмещены в один пример. То есть, чтобы не было это слишком долго, чтобы это было достаточно коротко. Однако, надо понимать, что не все датасеты гладкие. Что нельзя просто взять вот датасеты и радоваться. Дело в том, что куча алгоритмов машинного обучения, они не готовы воспринимать, например, текстовые данные. Они готовы воспринимать категориальные данные. Ну, по-нашему, по-джавовски говоря, инамы. То есть, они эти инамы должны как-то получать в перекодированном виде. К примеру, у вас там есть какой-то инам из четырех значений. А какими значениями его можно закодировать, чтобы, соответственно, передать на вход? Или вот даже пол, закодированный строчками male, female и так далее. Соответственно, мы можем придать ему значения 1, 0 и 2, 0, или 0, 0 и 1, 0, то есть перевести в некоторые числа. Есть разные, например, эвристики. Кто-то говорит, а давайте самое популярное значение, которое встречается, например, мальчиков больше в датасете, мы его закодируем на нулем, а менее популярное, например, единичкой. И чем больше у тебя вот таких вот значений в инаме, тем больше можно получить там 0, 1, 2, 3, 4 по убыванию. Кто-то просто рандом использует для такого перекодирования. Но это очень важно, потому что, если вы это не сделаете, эту предварительную трансформацию, то вы не сможете использовать часть алгоритмов, они будут ругаться. Скажут, что ты в меня пихаешь, я хочу чиселки. Это такая серьезная проблема, которая, собственно, которой занимаются и Java-разработчики, и Scala-разработчики, это происходит до того, как вы засовываете это все в алгоритм. Также дальше наступают разные математические ухищрения. Что-то отвалилось. Вот, что-то привалилось. Хорошо. К примеру, когда у вас данные, ну, скажем так, по разным колонкам ведут себя совершенно по-разному. Сюда относятся такие техники, как эскалирование, нормализация. К примеру, в одной колонке наблюдается какое-то более-менее равномерное распределение, в какое-то там, похожее на нормальное, в какое-то там, в какое-то там, в лямбда распределение, в какое-то еще какое-нибудь распределение. Иногда бывает важно их, например, свести все наблюдения в одной колонке, скажем так, какому-то одному характеру статистического распределения. Это первый вариант. Второй вариант, когда у вас в одной колонке, например, значение от нуля до миллиона, а во второй колонке они все лежат между нулем и единицей. И обычная модель, она будет очень чувствительна к фиче, которая представлена от нуля до миллиона, у нее как будто будет большой вес. А та, которая от нуля до единицы может быть очень важна, может быть проигнорирована. Поэтому часто применяются так называемые скейлеры, которые позволяют, например, все колонки загнать в диапазон от нуля до единицы. Нам сами значения фич же ведь особо не нужны, мы просто делаем преобразование. И нас устроит, если то, что было от нуля до миллиона, станет от нуля до единицы. Это вот еще одна такая интересная техника. Так, у меня не очень много времени просто осталось на демо, поэтому я кое-что скипну, не расстраивайтесь сильно. Я коротко расскажу, что там, соответственно, было. Дело в том, что ML-Lib находится сейчас в интересной стадии миграции. Там есть свой собственный набор типов данных, то есть у нас есть в парке свои типы данных, некоторые дата-сеты, дата-фреймы и так далее. А в ML-Lib, так как вы писали ярые математики, там есть свой набор. Это вектора, лейблит-поинтс и прочие вещи. Я постараюсь их максимально не задействовать в примерах, потому что можно уже писать, в общем-то, местами без них. Но если вы вдруг придете в продакшн, и там висит ML-Lib какого-нибудь трехлетнего разлива, вы можете столкнуться с большим многообразием типов. И как решать такие проблемы, я буду уже рассказывать в следующем докладе. Нас это сейчас не так сильно интересует. Надо понимать, что после того, как ты настроил все вот эти преобразования, у тебя есть некая входная точка, это дата-фрейм, который ты ешь. Ты настроил трансформеры, что начинает сильно напоминать тебе ETL, когда ты берешь какие-то входные данные, задаешь законы их преобразований. Тебе нужно также задать некоторые критерии оценки, эстимейтера. То есть как ты будешь вообще оценивать та модель, которая получилась, она хорошая или плохая. Также это все можно построить в так называемый пайплайн машинного обучения. Где-то вы строите это ручками, где-то сейчас уже существуют сервисы, которые позволяют накидать визуальных компонент для того, чтобы весь этот пайплайн вытянуть просто в виде какой-то картиночки. Представим себе, что мы сами разработчики и сами этот пайплайн собираем. К примеру, у вас есть, например, какой-нибудь сырой текст, который вам необходимо преобразовать. Разбить, например, на слова, превратить его в некоторую модель, изучить вот этих вот, соответственно, слов, извлечь соответствующие фичи и дальше уже натравить на логистическую регрессию. Вот весь этот набор и будет пайплайном машинного обучения. Не только вот тот вход на модель, о чем я хотел заострить ваше внимание. Вы получили эту логистическую регрессию и дальше уже можете ее брать и использовать в точно таком же пайплайне, но уже для предсказаний. Окей. Поговорим о том, как выбирать самую хорошую модель. Есть несколько разных интересных метрик. Мы научились строить модели и теперь, соответственно, нужно выбирать самую хорошую. Это достаточно сложный вопрос. И для простоты мы рассмотрим только ситуацию бинарной классификации. Если вы залезете во всю эту историю, в оценивание модели, вы тут же столкнетесь с таким термином, как рок-аук-аук, просто рок и так далее. Это некоторая рок-кривая. Эти картиночки обычно сопровождаются изгибанием вот в такой вот двумерной картинке вот этой вот кривой. И надо просто запомнить, что чем ближе она вот к левому верхнему углу, тем лучше ваша бинарная классификация. Если она просто соответствует линии y равно x, то все у вас плохо. Если вам дали такую картинку, вы сразу берете очки и такой, ага, ну как бы все очень плохо. Это метод визуальной оценки моделей. Вопрос, как строить уже эту кривую, по каким наблюдениям, это достаточно интересная отдельная история. Самый простой вариант метрики, который мне нравится намного больше, это подсчет так называемой accuracy. То есть, предположим, в задаче предсказания спама, не спама, вы знаете, например, у вас были сообщения спам, они и были предсказаны как спам. То есть 27 из 33 были классифицированы правильно. Я строю некоторую матрицу и заношу сюда. Ага, 27 правильно, 6 были помечены как не спам. Не очень хорошо. С не спамом все несколько хуже. Он совершил в абсолютных значениях чуть больше ошибок, но accuracy, то есть отношение точных ответов к общему количеству классифицируемых образцов, достаточно высокое. Также можно посчитать среднюю accuracy и так далее. Но это в ситуации двух классов. В ситуации большого количества классов строится такая вот здоровая матрица, можно ее представить, увеличить количество колонок, которая называется confusion matrix. Ого, интересно. Соответственно, в этой confusion matrix у нас есть классы, какие они есть у меток, и классы, какие у нас они были определены. И идеальная классификация, когда у вас, опять же, закрашена только главная диагональ, и нет никаких ошибочных классификаций слева от нее и справа от нее. Соответственно, количество непопаданий в абсолютном значении позволяет нам считать accuracy как по отдельному классу, так и в среднем по всей нашей модели. Для небольшого количества классов, например, до 50, до 100, ну такого, который вы можете еще своими глазками увидеть и посчитать в Excel, это неплохой способ оценки, даже для мультиклассификации. В простом варианте это матрица 2х2 для бинарной классификации. А из нее можно на самом деле построить эту замечательную роковую кривую, которая у вас там была. Итак, еще один из интересных моментов, практик, который используется, это так называемая кросс-валидация. Опять же, вы с этим столкнетесь, если начнете использовать Spark, был товарищ, который мне подходит и говорит, можно Spark ML использовать, чтобы в Kaggle победить? Я говорю, можно, но очень дорого и не всегда победишь, но можно. Соответственно, для того, чтобы победить в Kaggle, есть один секрет. Используйте кросс-валидацию. Не пытайтесь учиться так. Вот у вас есть какой-то датасет, вы его весь запихали и решили на нем всем обучиться, а потом на нем же и проверить свою модель. Так я буду делать в демо, вы так не делайте. У меня очень мало было наблюдений в датасете, чтобы быстрее все это сделать, я сделал так. На самом деле, корректным способом будет разбить, например, на 10 частей, по первым 9 из них обучиться, проверить на 10 части, запомнить результат, потом взять другую часть, которую вы выкинете, обучиться на других 9 частях и проверить на этой 10, и так далее по всем 10 частям. И посмотреть некую среднюю оценку по всем вот этим 10 обучениям. То есть настоящее обучение модели с использованием вот такой вот техники, кросс-валидация, достаточно муторное, затратное дело. У нас в Spark это можно делать и нужно делать, и есть даже соответствующие техники, которые позволяют это делать вокруг Spark. Но в крайнем случае всегда можно сделать, написать самому цикл, и перебрать просто датасет вот таким вот образом ручками, если вы не нашли, как это сделать в Spark. Итак, давайте перейдем к демке. Осталось не очень много времени, поэтому я какие-то вещи покажу, а все, что не покажу, весь исходный код будет доступен, вы сможете скачать, запустить, как бы все эти вещи посмотреть. Итак, рассказываю историю. У меня был замечательный датасет с животными. Животными, которые какие-то биологи им присвоили классы. Ну вот это вот там птичка, мышка, коровка, человек. Да, соответственно, они относятся к каким-то биологическим классам, там млекопитающие, беспозвоночные, насекомые и так далее. Для начала, я вам сейчас покажу этот датасет. Я хотел предположить, что у меня стертая эта информация о тех, каким классам они принадлежат. То есть это вот примерно такой датасет. Я его немножко кирилизовал, то есть он был изначально в англоязычном виде, чтобы всем было понятно, что происходит. Я вот не все названия животных на английском знаю. Есть фичи, там штук 16 фич, которые являются почти все бинарными, но кое-где, например, как количество ног является просто числовыми. Соответственно, я хочу решить несколько задач. Я хочу построить, например, алгоритм, который будет все это неплохо классифицировать. А также для начала я хочу проверить, а вот основываясь на этих описательных признаках, которые биологи собирали, математический аппарат позволит ли мне их кластеризовать похожим образом на то, как они в царстве животных кластеризуются. Ведь когда-то изначально, там 300 лет назад, животных так и раскидывали. Есть уши, есть хвост, вот идешь в это семейство. Нет хвоста, идешь в это семейство. Давайте попробуем, действительно ли можно по наблюдаемым признакам кластеризовать животных. Итак, я использую классический алгоритм кластеризации комминс, с него все начинают при кластеризации. Я коротко поясню происходящее здесь. Я получаю Spark Context, вы здесь уже все с этим знакомы, понятно, что здесь делать. После этого зачитываю некоторым образом датасет. Там в функции идет какая-то магия доставания кириллицы и прочих вещей, это нас сейчас не сильно интересует. Дальше я использую и такую вот интересную вещь, как VectorAssembler. Я уже говорил о ней. У нас есть датасет, в нем есть какие-то колонки с именами. Но мне нужно сказать, что я хочу использовать не все колонки. Мне нужно произвести новую колонку под названием Fitch, в которой будет лежать VectorFitch. Это необычно, то есть это будет одна колонка. Она будет для Spark выглядеть как одна колонка, но внутри у нее будет структура. Мне не нужны все колонки. Я хочу построить классификатор на основании волос и, например, производит ли животное молоко. Я думаю, этого достаточно для того, чтобы кластеризовывать всех животных на свете. Волосы и молоко. Окей. Что будет происходить дальше? Дальше я беру этот Assembler, если совсем коротко, и применяю его к исходному датасету. То есть я трансформирую исходный датасет, чтобы получить некоторый новый датафрейм, в котором будет информация только о волосах и молоке и так далее. После этого я использую алгоритм Cummins. Я запущу его 19 раз и попробую разбить на 2 кластера, 3 кластера, 4 и так далее до 20. Я не знаю, сколько кластеров идеально. На самом деле я знаю, там 7 классов. Но вдруг я открою какие-то новые 20 классов. Параметр количества предполагаемых кластеров я вот здесь установил. После того, как я определил параметры модели, я пытаюсь с этими параметрами запуститься на датасете, который мы получили после трансформации. Я понимаю, может быть слишком сложновато пока, но сейчас дальше пойдет хорошо, мы несколько раз такие вещи сделаем. Я получаю некую модель. И только модель, вот эта вот модель, обучившись на образцах, позволит мне дальше предсказывать. Я могу посчитать, например, такую стандартную метрику, как сумму квадратных отклонений. А сколько у меня вообще товарищей далеко стоит от центра кластеров? То есть что делает алгоритм кластеризации? Они итеративно в многомерном пространстве ищут некоторые центры. Вот, например, я решил, что будет два кластера. Значит, есть две какие-то точки сгущения, которые являются центрами кластеров. И вот Каминс он такой крутит, крутит эти центры кластеров, нашел. А, соответственно, все вот эти вот отклонения, они будут у нас соответствующими значениями. Окей, я даже распечатаю центры кластеров. А после этого, получив уже некоторым образом предсказание, выведу это все в красивом виде. Что у меня будет в красивом виде? У меня будет моя разбивка на кластера и реальная разбивка на реальные классы. Давайте мы запустим это. Я пока продолжу, так как скала не скоро сказывается, не скоро компилируется. Я вам еще немножко про это все расскажу. Соответственно, получив результат, я хочу все это красивым образом представить. Определенным образом все это еще сгруппировав, отсортировав, выведя местами где-то неправильно кластеризованные вещи. Давайте мы сейчас перейдем в первый датасет. Я вам покажу, что там есть. Надеюсь, всем видно. Вот мой датасет, который я просто пока зачитал с диска. У них вот есть набор фич. Обратите внимание, вот интересующий нас hair и milk. Это, соответственно, давайте проверим на ком-нибудь. Антилопа. У нее есть волосы, она дает молоко. Окунь. Нет ни волос, ни молока. Медведь. Волосы, молоко. Давайте кого-нибудь поинтереснее. Морская свинка. А и то, и другое. Сейчас, подожди. Курица. Снова ничего. Ну, то есть, чувствуется, что эти две фичи, это не то, что нужно, но давайте попробуем. Вот классы, которые у меня имеются. Это млекопитающие, птицы, рептилия, рыба, амфимия, насекомое, беспозвоночное. Полный набор, как говорится. Итак, поехали. Мы решили разбить на два кластера. Центр одного кластера это 1.1. На самом деле, первый кластер, который нашел Каминс, это у тебя есть волос, у тебя есть молоко. Второй центр кластера, я почему взял так мало фич, чтобы было видно. Второй очень близок, на самом деле, к 0.0. То есть, у тебя нет ни волос, ни молока. Ну, такие два очевидных кластера. Давайте визуально проверим. Ага. Ну, антилопа, медведь, кабан явно попадают в кластер с центром 1.1. Ну, у них есть и то, и другое. Морская, свинка, гепард. По-моему, отличный набор. Волосатые молочные товарищи. Горилла, хомяк, заяц, леопард. А вот пчела и домашняя муха, у них ни того, ни другого в основном. Конечно, тут могут быть товарищи, у которых могут быть волосы и может не быть молока. Это странно, да? Ну, вот я вам потом покажу таких. Смотрите, три кластера. Предположим, я решил нас бить на три кластера. Алгоритм Каминс говорит, ну, первый кластер, очевидно, это где-то вроде волоса молока, второй вроде нуля, а третий кластер, он предположил, есть волосы, но нет молока. И что это за товарищи? Это пчела. Ну, биологи считают, что у нее есть, видимо, какие-то ворсинки там на теле и так далее. Домашняя муха, молиоса, то есть такие вот волосатые мухи, у которых нет молока. Третий кластер, абсолютно необычный биологический класс, немолочные волосатики. Соответственно, спасибо. Попробуем сделать четыре кластера. И что-то мне подсказывает комбинаторно, что это вообще максимум, на который мы можем рассчитывать, так как у нас всего-то различных комбинаций из двух фиш, не очень много. Но мало ли какие центры найдет Каминс. Попробуем разбитие на четыре кластера. И понятно, что это вот все варианты. Есть волосы, нет молока, есть молоко, нет волос. Давайте проверим новый подкласс товарищей, не волосатых, но молочных. Это морская свинка и дельфин. Ура! Ну, действительно, все сходится. Волосатых дельфинов еще никто не видел. Про морскую свинку я чуть не понял. Что-то, может быть, ошибка в датасете, да, какая-то. Но по какой-то причине она была сюда отнесена. Надо разбираться в исходном датасете смотреть. Дальше алгоритм застопорился. Я пытаюсь сделать пять кластеров. Ничего, то есть, ну, максимум кластеров, которые он может сам произвести, это четыре. То есть, несмотря на то, что я пытаюсь там даже где-то дальше 20 кластеров запилить, ничего не получается. Давайте попробуем поменять исходный код и увеличить пространство фич. У меня для этого здесь, скажем так, притаился. А, давайте добавим еще, у меня была идея, добавим еще яйцокладущность, скажем так. У нас несколько увеличится пространство фич, все возможные значения, которые могут принимать. К минимуму уже восемь. Давайте перезапустим этот вариант и посмотрим, какие интересные кластеры могли быть здесь уже выделены. Я намеренно не буду запускать все фичи. Вы можете потом сами в качестве упражнения запустить и посмотреть, на какие интересные кластеры комминс будет бить. И там в некоторых ситуациях, в некоторых комбинациях будут очень неожиданные вещи, особенно, которые касаются всяких беспозвоночных товарищей. Пока вот это все у нас поехало. Давайте посмотрим. Первый кластер, который у нас появился. Здесь, видите, уже три фичи. И надо вглядываться. Надо было, конечно, округлить эти чиселки, но здесь они уже не бьются четко по 0, 1, 0. Некий алгоритм пытается найти действительно равновесные центры и учесть тех животных, которые близки, могут быть к одной из точек, но не то, чтобы четко матчаться в ситуации 1, 1, 0, 0, 1, 1, а где-то посередине находятся. В ситуации разбития на два списка, в принципе, все пока похоже. У нас, смотрите, средняя фича взята за 0, а некую большую роль играет. Либо ты несешь яйца, либо ты не несешь яйца, соответственно. Вот такая какая-то история. А вот разбиение на три класса уже чуть более интересное. Здесь, опять же, можно выделить вариант 0, 0 и почти единичка. В ситуации яйцекладущих товарищей. И здесь у нас появились не волосатые, не молочные, но яйцекладущие. А икринки, видимо, считаются яйцами. Ну, соответственно, все, что сносит свой плод в таком виде, это окунь, карпсон, курица неожиданно объединилась у нас с рыбками. Ну вот она не волосатая, не молочная. Значит, она рыба. Ну или вот этот класс, которым у меня нет интерпретации. Или рыба – это птица. Есть небольшие проблемы. С четырьмя кластерами мы видим, что все разбежалось на самом деле по всем возможным вариантам. Окей, не хочется сюда слишком далеко залазить. У нас, как я уже сказал, не слишком много времени. Это задача кластеризации. Это было достаточно фаново. Давайте сделаем чуть более серьезную задачу. Я хочу на основе исходных данных построить классифайер, который мне будет, собственно, и определять точно класс на основе вот уже имеющихся, то есть насекомые, беспозвоночные и так далее. Я буду использовать технику decision trees, но фич буду использовать мало. Для начала я буду использовать одну фичу – молоко, чтобы просто наглядно вам продемонстрировать, как выглядит дерево, которое получится. Самое смешное в машинном обучении, и на спарке, и в частности вообще любом, что зачастую весь тот код, который вы напишите вокруг, за исключением центра, где вы используете модель, он достаточно схож, особенно если это один какой-то класс алгоритмов и так далее. В случае decision trees я несколько меняю тренер, но даже параметры у него схожи, то есть я беру колонку тип, в которой лежит отметка, я собираюсь сгенерировать колонку features, в которой будет вектор одноместный, основанный на, в принципе, молочное животное или немолочное животное у нас. И, соответственно, дальше я, скажем так, точно так же строю модель, только использую интересный вот такой вот оценщик, который называется multi-class classification evaluator. Он позволит нам посчитать эту метрику accuracy достаточно красиво. Вот, но за визуализацию у меня все равно будет отвечать еще вот такая вот интересная штуковина, которая есть в спарке. Я беру модель вот этого дерева и отправляю ее через to debug string, то есть это некий параметр, который позволяет нам распечатать типа to string только вот для спарка, распечатать некие кишочки, некое строковое представление для отладочных целей. Вот там мы сможем посмотреть, как это визуально в псевдокоде, в псевдосимволах выглядит дерево. Давайте мы запустим пока этот код и посмотрим на такое вот дерево. Опять же, я сейчас пристально все строчки, я знаю, что сядут ребята, которые там получше спарк знают, похуже, кто хорошо знает, все понимает, что происходит, кто похуже знает, тому лучше, я просто советую подебажить по шагам вот этот вот код и разобраться отдельными вещами. Смотрите, как все весело получилось. У нас вообще получилось очень простое дерево. Если у нас вот эта фича меньше либо равна нулю, ну то есть ноль на самом деле, то предсказывай класс номер два. Ну у меня тут нет строкового значения, но вы сейчас поймете, что предсказывать. Если фича больше нуля, то один. Соответственно, что получилось? Я вот решил так отсортировать данные. Все беспозвоночные, рыбы, насекомые, рептилии у нас птицы. А почему так вышло? Это очень хороший вопрос. Да потому что в исходном датасете многовато птиц. Соответственно, Decision 3, опираясь на данные о том, что среди классов, которые определяются как безмолочные, большинство наблюдений это птицы, решил всех безмолочных отнести к птицам. Ведь у нас всего один признак, по которому мы бьемся. Соответственно, в итоге, на самом деле, у нас неплохой accuracy. Мы всего в 39% случаев ошиблись. Неплохой предсказатель. То есть млекопитающих и птиц мы предсказываем хорошо. Млекопитающих вообще легко отделять по этому признаку. Это клевый признак. Если бы я выбрал на самом деле признак, количество ног, так весело бы не было. На самом деле нет такого взаимооднозначного соответствия млекопитающих, птиц и так далее. А вот все остальные были записаны в птицы, но это совсем никуда не годится. Поэтому мы будем делать что-то поинтереснее. Давайте мы добавим, к примеру, чтобы дерево не слишком усложнять, давайте мы добавим, например, наши любимые волосы и, к примеру, еще количество ног. Может быть, это как-то нам поможет. Видите, все, что я делаю, я пропатчу свой вектор ассемблер. То есть я не вношу больше никаких изменений, я просто в вектор ассемблер говорю, мне в вектор собери больше колонок. Это все, что я сейчас делаю. Надеюсь, что в этой ситуации это позволит нам, например, волосня. Ну вот волосня и ноги не позволят нам, наверное, отделить особо птиц от остальных. Но я надеюсь, ногами нам поможет. Все-таки насекомые, беспозвоночные, у них ножек-то побольше. То есть в этом плане у нас есть хороший шанс. Но, конечно, фичи надо было бы использовать другие, а лучше все. Но Decision 3 будет уже такой, визуально слабо интерпретируемый. Даже здесь мы видим уже большую портянку ифов и лз. Но опять же, вот вы получили такую модель на выходе, или вы получили модель линейной регрессии, вот вы сделали ее на спарке. И дальше вы можете ее взять и использовать вот в таком виде для следующих предсказаний. Если мы считаем, что новые данные, которые к нам приходят, они соответствуют распределению фич и признаков, которые были в старых и так далее. Дерево сложное, чтобы в него смотрится. Посмотрим на результаты. Смотрите, какие неплохие результаты. Рыбы, птицы, амфибии, в конце концов, были неплохо проклассифицированы. На ком мы ошиблись? На червячке он был ошибочно отнесен к рыбкам. Рак. Но в основном ошибки беспозвоночные. С беспозвоночными не повезло. То есть они все пролетели и были отнесены либо к рыбам, либо к насекомым, видимо, основываясь на количестве ног. То есть у червя нет ножек, он рыбка. То есть у медузы нет ножек, нет ног, нет мультиков. То есть, соответственно, вот они все туда улетели. Можно увеличивать, опять же, количество фич. Давайте я даже… Это достаточно важно, потому что я сейчас буду соревноваться еще с одним алгоритмом. Сразу говорю, на вопросы, конечно же, времени не хватит. Я буду в кулуарах, можно будет в течение перерыва их все задать. Давайте запустим на всех фичах. Просто посмотрим на это монструозное дерево. А в то же время посмотрим на процент ошибок. Вот он меня сейчас больше всего интересует. Опять же, я проверяю свою модель на тех же данных, на которых учусь. Поэтому у меня такой низкий процент ошибок. Но если бы у меня было время писать еще 200 животных, поймать их в натуральной среде или разбить корректно. Я хотел разбить исходный датасет, но он такой маленький, там всего 120 наблюдений. Я для этого сделал сюрприз во второй части демо. Я сделал одну манипуляцию с датасетом. Смотрите, дерево не намного больше. Просто смотрим на его размер, не смотрим, что там такое. Смотрим, сколько ошибок. У нас всего три ошибки на исходных данных. То есть для исходных данных на пространстве из 16 признаков мы три раза всего ошиблись. И то, разве это ошибка перепутать морскую змею с рептилией-амфибией? Да я сам точно не определю, кому она относится. Я вот сейчас точно не помнил. За муху обидно, но формально она беспозвоночная же. Ну то есть все достаточно хорошо. И с термитом тоже. В общем, можно еще придраться к ученым, которые размечали датасет на самом деле. У нас очень маленькая ошибка. У нас 3% ошибок всего. Это очень круто. Пойдем дальше. Я решил использовать другой алгоритм. Я намного больше люблю алгоритм SVM. Если вы, скорее всего, с ним не работали никогда, этот алгоритм у нас в другой области, из области лежащей около нелинейной алгебры больше преимущественно. Да, спасибо за подсказку, за время. Идея его в чем? Он лучше работает в каком-то смысле, чем обычная линейная регрессия, которая пытается провести иногда какую-то прямую, которая что-то предсказывает, или разделяет, может быть, линия классификации, которая разделяет два класса. В случае SVM мы пытаемся построить какую-то прямую, которая разрешает некоторым точкам попадать, скажем так, не в свою область. И мы считаем зазоры, некоторые штрафы до этих точек, которые не к себе пошли. И пытаемся пробалансировать прямую так, чтобы эти штрафы были, скажем так, минимальными. Но самая главная фишка этого алгоритма в том, что она позволяет такие штрафы строить. Но у нас много классов. SVM хорошо работает, когда у нас два класса, когда они в основном хорошо линейно отделимы. И вот здесь я хочу использовать один интересный объект из Spark, который называется One vs Rest. Если у вас 8 классов или 7 классов, как у меня сейчас, я могу построить 7 классификаторов, которые отделяют один класс от остальных. То есть я пытаюсь построить модель, которая говорит, вот по эту сторону от модели я, а по другую все остальные. И так 7 раз. И применить ее, соответственно, ко всем входящим данным. То есть у меня модель будет совокупностью, на самом деле, из 7 подмоделей. Я эти сейчас подмодели распечатаю. Код я практически не менял. То есть все, что я поменял, это поменял классификатор и решил распечатать вам модельки. Я даже здесь функцию использую, остальные функции из предыдущего датасета. Самое смешное, что этот алгоритм отработает немного хуже, чем Decision 3, а может даже сопоставимо, и даже где-то лучше. Там надо подтюнить параметры для вот этой вот истории. Соответственно, эта идея, когда мы бы, наверное, не смогли провести какую-то многомерную, построить какую-то там, иногда Decision 3 не смогли бы построить, корректно на тех признаках, которые у нас были, потому что не всегда Decision 3 понимает, какие признаки важнее, по которым надо делиться, какие ифы куда поставить вот в этом огромном дереве. В этом плане SVM может работать намного лучше. Вот ему просто нужно сейчас построить целых 8 моделей, поэтому сейчас так тяжело. Но в итоге 7 моделей, простите. Он получит 7 линейных уравнений, которые отделяют отдельный класс от остальных. Вот они появились, пролетели у нас. Сейчас я покажу. То есть я здесь использую все фичи, поэтому там будет огромное количество, такая огромная портянка, 16-17 коэффициентов, соответственно. Дальше мы поехали, посмотрим на результат предсказания. Ошибок. Сколько у нас ошибок? 4 ошибки. Вот не повезло. Целых 4 ошибки. То есть алгоритм допустил 4% ошибок, хотя при определенных настройках параметра можно было бы это все уменьшить, еще даже до 2 у меня получалось. Но вот что-то не с теми параметрами мы остались. SVM работает хорошо на данных, которые у меня сейчас были. А теперь я делаю один хинт руками. Я решил на этом датасете решить другую задачку. Другую, не менее интересную, скажем так. Я посмотрел на всех этих животных как-то вечером, был очень голодный, решил разметить датасет с точки зрения меня. Вот каких бы животных я решился бы покушать, а каких нет. Я решил построить себе классификатор, который мне говорит, предсказывает на животных, можно мне их есть или нет. Давайте посмотрим. Я разметил датасет руками. У меня буквально небольшое количество примеров. Добавил колонку eatable. Оно для меня... Так. Там вот оно где-то в конце, то есть последняя циферка. Ну, пример. А трубка зуб, я не знаю, что это, поэтому нолик. Антилопу я бы поел. Окуня я бы поел. А вот по медведей не уверен. Я думаю, он меня съест. Ну, то есть как бы боюсь я медведей есть. Может вредное в них что-то накапливается за зиму. В общем, не хочу. Соответственно, что я хочу сделать? Я хочу понять. Вот я до этого... У меня всего два класса. Бинарная классификация. У меня есть два друга, с которыми познакомился до этого по переписке Decision 3 с SVM. Они хорошо работали. Может быть, они мне сейчас помогут. Давайте начнем с SVM. В принципе, все же здорово. И запустим SVM. Все то же самое, только я слежу за меткой из другой колонки. У меня Type никак не учитывается. То есть я не смотрю на классификацию животных. Я не хочу основываться на том, что кто-то насекомый, поэтому я его не ем. У меня нет предрассудков на эту тему. Скорее я, может быть, не буду есть даже каких-то птиц. Они меня смущают. Ворону я не могу поднять на руку. Мы построили некую модель. Одну. Потому что всего два класса. Видите, у нас строится одна модель. Я понимаю. Чуть-чуть придется задержаться. И смотрим на количество ошибок. Это просто трэш. То есть eatable. Все мои eatable, а не не eatable. То есть тотальный error. Короче, мне модель говорит, что все не eatable. Модель говорит, что ты ничего не можешь есть, основываясь на тех данных, которые я впихал. И надо признаться, я слукавил. Я всего 21 животное из 100. Хочу есть, а остальные не хочу. SVM, в принципе, с хорошей точностью мне предсказывает, не ешь ничего, основываясь на том, что он построил. На всех 16 фичек. Не важно, сколько ты фич в него положишь, там 2 фичи, 16 и так далее. Он тебе говорит, ну при таком перекосе в исходных данных так делать нельзя. Самое правильное было бы дать шанс SVM и попытаться отсечь какую-то часть данных, выровнять или решить поесть побольше данных, поесть побольше животных. Но я не стал править никакой датасет и подумал, а что это я тут буду его как-то трансформировать? Может быть, мне помогут decision trees в этой ситуации. На самом деле, основная догадка в этой ситуации не только в перекосе данных, когда я на самом деле, просто не буду показывать в примерах, отсек эту часть. SVM все равно не работал. Дело в том, что не было никакой хорошей линейной зависимости на основе этих коэффициентов того, что EM или нет. Но вот слишком у меня индивидуальные предпочтения оказались. Нельзя было их каким-то образом линейно более-менее выразить. Попробуем с decision trees. Посмотрим на то, что получилось. Я на самом деле возлагал большие надежды на decision trees и они в целом оправдались. Я не буду тут греха таить. Дело в том, что в некоторых ситуациях, KNN бы тут тоже, кстати, достаточно неплохо бы помог, я думаю, он бы нашел какие-то скрытые зависимости. Можете сами поэкспериментировать. Получилось не очень большое дерево. Основанное на… Нет, большое дерево, простите. Всего 14% ошибок и посмотрим, насколько они смертельны. Вот это интересно. Я сейчас буду сравнивать с нейросетью и посмотрим. В ситуации, когда ты съедаешь что-то ядовитое, а тебе классификатор сказал, что оно не ядовитое, цена ошибки намного выше, чем наоборот. Смотрим на ошибки. Decision trees мне сказал, что термит, кенгуру, валаби, которые я готов был кушать, они несъедобные, а вот морская собачка съедобная, в ней яда случайно нет, никто не помнит. То есть, если я ее случайно съем, не окочурюсь ли я? То же самое с морской свинкой, которая не был готов есть, но мне ее классификатор предлагает. Но в основном все хорошо. В основном, Decision trees мне как бы успокаивают, они меня сохраняют. При этом есть распознанные корректно, например, карп, он был распознан корректно, или дельфин, осьминог, то есть я готов их попробовать, они находятся хорошо. То есть нет такого, что Decision trees плохо отработали на том, что мне нужно кушать. Я могу составить себе рацион из того, что мне предскажут Decision trees, но я боюсь, конечно, отравиться морской собакой, если у меня есть что-то серьезное. Напоследок, я приготовил последнюю модель, связанную с перцептроном. Это примитивнейшая нейросеть, которая имеется у нас в спарке. Она вполне себе может многослойно. Называется очень умно, но на самом деле простейший нейрон у нас в мозгу, я тоже уверен. Это вполне себе такая штука, которая принимает несколько входов и выдает, например, какой-то один выход, как линейную комбинацию. И вы можете построить несколько таких слоев. Вот в этой ситуации я тоже строю несколько таких слоев. И на вход я подаю, к примеру, 16 фич. У меня дальше идут как бы слои, помните, с котиками и собачками, в которых я это сначала редуцирую к 15 фичам, к 14 фичам. То есть каждый раз выкидываю наименее значимую фичу на каждом следующем слое нейросети. И на выходе я хочу получить вот тут последний параметр, два класса. Чтобы настроить нейросеть Spark и вам нужен массив. Правда, про массив надо четко понимать, какие там параметры. Это все абсолютно нормально. Но это все. Больше нейросети не представляют себе ничего сложного. Я использую Multilayer Perceptor Classifier и жду от него чуда. Я хочу, чтобы он не отравил меня. Давайте посмотрим, отравит ли он меня. Метрики я подсчитываю тем же самым способом. То есть я просто смотрю, сколько раз мы промахнулись. Здесь все предельно просто. И, конечно, для такого небольшого датасета нам не нужно глубинное обучение. Здесь все достаточно предельно просто. У нас размерность данных маленькая. И в этом плане, когда вы ожидаете, вот смотрите, процент ошибок 15, чуть-чуть повыше. Давайте посмотрим на сами ошибки. Смотрите, сами ошибки намного приятнее. Единственный, кого мне рекомендовали скушать, это рак. То есть я раков просто не люблю, а мне рекомендовал его классевая скушность. И может быть, это даже уже сервис рекомендаций, которому стоит прислушаться. В этом плане, несмотря на то, что у вас accuracy чуть-чуть побольше, не 14, а 15, я, глядя на результаты, во-первых, имею всего лишь один, так сказать, результат, который для меня плох, а не два, как в предыдущей ситуации. И в этом смысле эта модель для моего здоровья она полезнее. Поэтому я употребляю перцептрон, а вы можете употреблять все, что угодно. Даже decision trees, говорят, они полезнее. На этом я хотел бы по большей части свой доклад закончить. Все интересующие вас вопросы в кулуарах. Примеры будут доступны на GitHub. Они там лежат. Сейчас на GitHub начинается, как Залислав. Я открою просто в слайдиках в конце контакт. Вот так вот это пишется. Я думаю, в Twitter я тоже сегодня это все запощу, еще куда-нибудь запощу. И, соответственно, там можно будет найти все эти примеры веточки J-Break. То есть в J-Break лежат все плюс датасета можно все это погонять. Я надеюсь, вам все это понравилось. Если кто-то из вас будет в Москве, приходите, будем дальше уже упарываться. Я буду рассказать про темную сторону ML-либа. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ